всем привет дорогие зрители давненько я не записывал для вас ничего пару дней пару дней не две недели думаю не успели соскучиться и думаю что я вам не надоел со своей философией жизни а философия жизни моя простая живи по совести никому не причиняй вщерба находись в кругу любви и света это самое основное фундаментальное что нужно человеку для нахождения на этой земле так сказать прожить жизнь с достоинством и честью и чтобы на будущее иметь хорошую положительную карму да и вообще чтоб не было стыдно после смерти попасть в присутствие неописуемого света божественной любви и чтобы там не было стыдно за прожитые годы пытался записать видео пару раз записал видео на тему человеческого рабства но во время конвертирования передумал пересмотрел там пересмотрел там мне показалось немного унылое видео такое вот хотя иногда люди говорят что иногда хорошо горькая правда чем сладкая ложь если так в двух словах то не всем людям нужна свобода потому что для некоторых свобода может послужить ну погибелью и некоторые боятся свободы потому что жить в заперти иметь хозяина для некоторых людей это действительно большее благо что сказал хозяин то и сделал наше дело маленькая да как люди говорят нам сказали мы исполнили никакой ответственности утром стали на плантации поработали вечером пришли тарелку каши далее ну и вроде жизнь спокойно и все а попробуй такому выйди на свободу он не сможет для себя на пропитание что-либо раздобыть ну человек некоторые это как дикие животные дикие то есть я подразумеваю свободное но некоторые из них рождаются в клетке и они никогда не охотились никогда не заботились в естественное для них природе никогда в ней не жили если их выпустить на свободу они быстро погибнуть как орел который родился в клетке он никогда не жил на горах никогда не летал на гигантской огромной высоте и никогда не охотился он не приспособлен к жизни если он родился в клетке но зов природы все равно может заставить сделать шаг но мне кажется единицы могут таких орлов выжить в естественное для них природе то же самое примерно с человеком да ты родился в системе рабства пусть даже система рабства но гуманная система где к тебе гуманно относятся ну смысле тебя же плеткой никто не бьет правильно тебя никто не заставляет там месить глину кирпичи там и на цепями никто у тебя не заковывает в кандала но современное рабство конечно она более гуманная более щадящая где рабу физлицу позволяется то чего не позволялось бы другим рабам невольником слово раб это вообще невольник до раб это человек который добровольно или недобровольно или в добровольно принудительном порядке является служащим такого же человека как он сам и некоторые люди конечно сами добровольно желали бы жить в рабстве повторяю потому что ни о чем не надо думать барак у тебя есть какой-то миску тебе каши дадут работаешь на хозяина ни о чем не думаешь сегодня много таких же людей существует в таком вот в добровольном рабстве ну как сказать на основании свободы конечно не не насильного удерживания допустим я встречал где-то у кого-то давно еще много лет назад там в разных городах кто-то приютил там какого-то грубо говоря бомжа алкоголика там на даче да он живет у него бесплатно на даче да но копает у него огород допустим там делает все покушать соответственно его кормят и человек таким образом все не по улицам скитаться правда но в таком добровольном как бы вот человек находится и для для некоторых людей для таких лучше жить так чем уйти где-то быть бомжом и помереть на теплотрассе лучше так жить у кого-то да там где-то в подсобки во времянке и получать для себя необходимое пропитание делая что-то там по двору до для хозяина потому что в современном мире конечно насильно удержание человека лишение его свободы такое как работорговля конечно все это преступление я считаю это ужасное нельзя людей продавать в рабство делать рабами за исключением если человек сам конечно добровольно не захочет работать на кого-то там за тарелку супа там и так далее но это дело такое к чему и некоторым людям свобода она вредит вредит то есть если человек отвязывается от какого-то эгрегора выходит из этого эгрегора он может погибнуть и обратите еще раз внимание в основном наш мир но не полностью вся земля но основной сценарий мироустройства у нас идет библейски в библии была такая фишка очень интересно описывается ветхом завете когда человек попадал в рабство по различным причинам попадал в рабство то в определенный год год юбилея это был год освобождения всех рабов отпускали на свободу ну то есть вот так вот и раб мог спокойно это был такой законный год освобождения законное время освобождения когда раб любой раб имел полное право выйти на свободу то есть его отпускали давали ему вольную и раб мог идти жить самостоятельно заниматься чем хочет ну и так далее но раб имел право говоря хорошо мне в господина моего никуда я не пойду на свободу и тогда рабу прокалывали ухо вешали серьгу на ухо и раб навсегда оставался в доме господина и уже не мог выйти на свободу и так как у нас мир развивается по библейскому сценарию то я заметил следующее что почему сейчас мы не говоря уже о том как сегодня есть мнение что земля вошла в особую фазу это фаза рассвета кстати ребята это все равно переплетается с библией как бы мы хотели не хотели все переплетается с библией библия говорит что будет время рассвета утренняя звезда зайдет сердце вашим там ну и так далее и сейчас мы видим земля входит в стадию рассвета еще это называют ночь сварога которая кончилась утра сварога до сварог это в моей интерпретации сва это небо рог это вот рог это спираль то что закручено поэтому наша вселенная я так думаю имеет несколько спиральных рукавов и поэтому эти рукава являются путями сварги опять же сва и движение движение сварги туда откуда мы приходим и куда мы уходим то есть вышний мир мы приходим с неба и возвращаемся назад в небо самые прекрасные светлые мир и поэтому сейчас почему люди начинают более прозревать начинают приходить к самоосознанию потому что утро сварога рассвет сварога а по-библейски это называется восход утренней звезды а утренняя звезда как я уже говорил это люцифер она же венера она же люция люцифер утренняя звезда в сердце а что такое восход утренней звезды в сердце это когда душа начинает осознавать проявлять себя как доброе божье семя и еще раз хочу повторить даже библия учит что в последние времена будет откровение сыновей божьих откровение то есть проявление когда сыны станут явны не рабы не рабов божьих сынов и дочерей и я думаю это как раз таки связано с утром сварога на 5 нравится вам или не нравится некоторые люди говорят женья почему ты все переплетаешь с библией ребята мы живем в библейской матриц хотите вы этого или нет мы живем в библейской матрице и эта матрица работает эта матрица проявляется и все у нас идет согласно этого сценария конечно если ты распознаешь эту матрицу ты можешь либо сейчас свобода ты можешь выйти на свободу а можешь остаться у господина у господина у господа израилева то есть ты можешь остаться его рабом как учит библия плюс мы усыновлены ему усыновлены и в его владении мы усыновленные то есть мы ему не родные дети это даже показывает библия он нам очень 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 потому что согласно библии языческие народы были усыновлены усыновленные то есть мы не родные ему если мы допустим славянские народы может вы какие-то допустим кавказские народы да неважно африканские вы все мы все народы являемся языческими народами у каждого из нас свои предки и своя культура но все мы находимся так или иначе через христианство в усыновлении израильского бога то есть мы не родные для бога израиля но сейчас звучит юбилейная труба то есть время когда раб божий может выйти на свободу на свободу для сама для самоосознания для саморазвития для того чтобы стать на свою собственную стезю развития и восхождения в славные светлые божьи миры но ты можешь добровольно остаться в рабстве тебя никто не держит можешь добровольно остаться рабом бога израилева и тобой будут владеть вечно в библии есть такое обетование для израильского народа чтобы рабами они владели вечно и передавали рабов как наследие или как имущество кто-либо передавал бы кому-либо то есть ты можешь быть добровольным имуществом в царстве или в рабстве божественном я в библейской концепции интерпретирует арабство в рабстве бога израиля но можешь выйти на свободу и начать путь саморазвития в божественной любви и свете я когда это осознал я перестал пахать на этой ниве да как бывший пастор и проповедник я вышел из под его влияния я объявил своему бывшему хозяину то есть богу израиля когда-то я добровольно сделался его рабом на основании доброй воли на основании недостатка знаний на то время но я повзрослел я стал опытнее стал разбираться в некоторых процессах мироздания в некоторых вопросах своей души все что связано с реинкарнации с кармой свобода мироздания миропонимания божественного света любви небесной матери да я вышел я вышел на свободу да это путь нелегкие это путь сложный но это путь саморазвития и самостановления где твоя жизнь и твоя вера как у меня сейчас она уже не основана на каких-то книгах она основана на личном опыте на том что видят мои глаза слышат мои уши на том что ощущает сердце я слушаю голос бога божественной любви которую я называю матерью на уровне своего сердца и в этом развиваюсь иду в этом я оставил рабство и пошел свободе что такое свобода я интерпретирую слово свобода таким проявлением как сва это небо бог богом да даны то есть небо дано бога вот она свобода вот он путь сварки божественный путь восхождения в наивысшие миры и вот он мой индивидуальный путь развития на земле и мой жизненный опыт поэтому даже согласно библейской концепции ты сегодня имеешь право остаться у хозяина либо пойти на свободу но повторяю это тяжелый путь некоторым из вас лучше остаться рабами серьезно гре лучше остаться рабами бога израилева потому что если вы от него уйдете вы не приспособлены во первых у вас страх вы боитесь выйти из этого эгрегора и у вас страх у вас страх того что вы где-то погибнете вы не справитесь вы в мир уйдете в грех уйдете там поэтому оставайтесь в рабстве и не гневайтесь на меня ведь я имею на основании свободы воли по всем вселенским канонам правилам и даже по законам той же нашей российской федерации я имею право на свободу вероисповедания принимать какое-то вероисповедание или не принимать исповедовать ту или иную религию или не исповедовать поэтому никто не имеет права из моих оскорбителей меня лишать моего права потому что я имею право даже по всем библейским канонам не говоря уже по правилам так скажем той же российской федерации никто не имеет права никого насильно сильно путем насилия принуждать кто или иной вере ну как то так это я в своими словами вроде как передал то поэтому даже на основании библейского права я встал на путь саморазвития боже в божественной любви и хочу прийти к божественному свету и тебя путем света путем правды путем совести путем критерия божественной любви вот так же большое спасибо вам за комментарии которые я прочитал от вас под моим постом сообществе насчет добра и зла да в действительности победить зло может только более злейшее зло да и вообще когда вы делаете добро своим врагам они это никогда не ценят они только пользуются этим вашим добром как эти как их как паразиты вот и поэтому не знаю я думаю что делание врагу добро это как метание бисера перед свиньями они все равно потопчут это твое добро своими копытами поэтому делайте добро только добрым людям а злых оставьте в покое пусть они живут там по своей идеологии если злые к вам не лезут то вы их и не трогайте и я считаю что делать добро злым это пустая трата жизненных ресурсов свинья никогда не оценит добро запомните давайте еще раз повторю свинья никогда не оценит добро свинья лишь копытами в топчет вас грязь и мордой своей она вас загрызет и свинскую песню вам в уши спает вот так говорить я умею стихами живу я в добре никого тут не хаю я вам изложил всю концепцию суть суть жизни моей что в любви славен путь в любви той вселенской нам славная мать свободу подала с руки благодать и в этой свободе мы дружим идем и славную песню вселенной поем мы славим здесь свет любовь прославляем всем славным богам мы хвалу воздаем мы жизнь и любовь здесь в сердцах воспеваем и в общем мой друг все у нас хорошо сквозь бурю и брак продвигаясь свободе через черник звезды мы в славу идем на путь нечестивых с тобой не взираем и в светлый тот путь мы стремимся душой душа наша в свете всегда пребывает она здесь прекрасно вот в этом и суть но в общем мой друг я тебе счастья желаю на этом закончу я мыслей поток надеюсь поставишь ты мне лайкос все ладно ребята всех приветствую всем добра любви и счастья все солнце быстро уходит темнеет давайте мы с вами еще увидимся